Ситуация с невыплатой зарплаты на силикатчике, предприятие стройиндустрии Сенгелейского района, о котором мы рассказали на прошлой неделе, получила дальнейшее развитие. К решению вопроса подключился лично председатель регионального правительства Александр Смекалин. Сам факт отношения менеджмента предприятия к сотрудникам и вообще к самому предприятию, он не может не вызвать возмущение, поскольку вскрылись очень серьезные факты и нарушение прав работников, и нарушение технологий, и вообще отношение к самому предприятию и приоритетов менеджмента, крайне негативных приоритетов. И это не могло не вызвать возмущение со стороны губернатора регионального правительства. Александр Смекалин встретился не только с владельцами предприятия, но и пообщался с активами рабочих, которые протестовали против ущемления их прав. Председатель губернского кабинета министров заверил селекатнинцев, что завод возобновит свою деятельность и все работавшие вернутся на свои места. Правда, ближе к лету. Он нам обещал, что в мае месяце планы у них, потому что сейчас не получится в любом случае зима. Там все размороженные трубы, и все это все надо ремонтировать. Но он еще надеется даже, что в апреле месяце. Мы ему задали такой вопрос, после вот этих всех съемок, вот этого всего, нас могут не принять назад. Он сказал, такого не будет. Даже не переживайте, дал нам свой телефон. В течение буквально месяца планируется разработать программу оздоровления предприятия. И с весной предприятия, начиная, так скажем, с нового строительного сезона, планируется возобновить свою работу в полном углу. Александр Смекалин добавил, что областные власти помогут предприятию в деле его оздоровления, а также в погашении всех долгов перед коммунальщиками и налоговиками. Алексей Матюнин, Иван Демидов, репортер 73. Продолжение следует... Продолжение следует...